Добро пожаловать к Татьяне! Вы на канале Пожившая Рукодельница. Сегодня пятница 13-е. И чтобы не показался вам таким страшный этот день, пятница 13-е, я решила снять видео, показать готовый сэмплер. Название производителя фирмы ТД вы видите. И когда я попыталась перевести, мне название перевелось как «Милая ёлка». Ну, пускай это будет так. Сэмплер сам называется «Ирландский сэмплер благословения». И очень красивые слова там написаны. «Пусть ваше благословение превосходит численностью трилистников, которые растут и помогут вам избежать всех неприятностей, куда бы вы ни пошли». Вот такие красивые слова написаны на этом сэмплере. Я так думаю, что, наверное, не просто так он мне попал в руки, и не просто так я его вышила. Да, вы видите, что уже вот под превью видна рамочка. Кто смотрел мой эфир, все знают, что я уже и рамочку заказала, только ещё хорошо не натянула. Ну, что я вам показываю эту рамочку, давайте покажу вам итог. Вот немножечко вблизи. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Расскажу вам, да. В сэмплере присутствуют пять цветов DMC, два цвета бисера, один цвет, ну, кристаллики такие, видите, наверное, да, и шармик. Шармика у меня нету. Я просто нашла подходящий такой цветочек, но я знаю, что мне клеверок четырёхлистник едет. И я так думаю, что скоро он у меня будет. Перлей ниточка здесь есть. И разные стежки. 14 видов разных стежков в этом сэмплере. Вот такая вот красота у меня получилась. Вот такая вот красота. Конечно, да, на превью немного. Видите, оформление другое, а у меня оформление получилось вот такое. Вот такое. И я думаю, что ничем оно не хуже. Вышивался сэмплер на льне 28-го каунта. Цвета сыровой льна. Понравилось вышивать. Ещё не сильная натяжка, потому что, как вы понимаете, я его ещё не зашивала просто. Вот одела в раму и уже буду оформлять его точно, когда перешью сюда, пришью 4-х лестничек. Ну, немножечко он подождёт, так побудет. Ничего страшного. Но уже в раме. Он уже привыкает к раме. И мне очень нравится, как он выглядит. Очень нравится. Вот пускай вот так вот лежит превью, чтобы вы могли сравнить. Наверное, вот немножечко подвинул. Вот так вот. И пока вы любуетесь сэмплером, давайте я немножечко почитаю о приметах. Приметы про клевер теснейшим образом связаны с историей индоевропейских народов. Неудивительно, что в немецком фольклоре клевер чуть ли не символ лета. В Ирландии же обычно его форма трёхлистник стало сначала символом Троицы, а затем и символом самих ирландцев. Изменение формы, цвета, вида клевера предупреждает людей о грядущих переменах в погоде. Например, расправление листочков – это признак приближающегося дождя. Складываются листочки – это в ожидании бури, ненастья. А ливни извещают наклонившиеся к земле цветочки и его бутоны. А вот четырёхлистный клевер – это уже отклонение от нормы. Ему приписывают магические колдовские свойства – защиту от порчи, сглаза, от всякой нечисти, от злых сил. Каждому из его листочков приписывают особый смысл. Листик первый связан с надеждой. Второй символизирует веру. Третий – как уже нетрудно догадаться, это любовь. А четвёртый листик – ну, конечно же, это удача. Найти четырёхлистник в густом ковре поднимающегося клевера – значит, согласно приметам найти одновременно всё то, что символизирует каждый из его лепестков. Следует только позаботиться, чтобы были выполнены все ритуалы. Ну, как надо. Например, можно прикрепить этот листик к обуви, и лепестки клевера будут сами править ваш жизненный путь. Если же его положить в кошелёк, не переведутся в нём деньги. Будет финансовый успех сопровождать вас всегда. Преподнести найденный четырёхлистник клевера предмету обожания, особенно если он ещё отвечает взаимностью вам, это верный способ его влюбить в себя. А если он ещё его и съест, то навек будет ваш. Чудодейственные свойства этого растения, согласно легенде, протекают чуть ли не сотворение человека. Ева, которую изгнали из рая, якобы прихватила с собой четырёхлистник и таким образом убереглась от многих человеческих бед. Ботаники говорят, что четырёхлистник встречается один раз на десять тысяч растений. И самое замечательное произойдёт, если найденный четырёхлистник украсит семью пшеничными зёрнышками. Сделавший это увидит фей. Представляете, как здорово! Можно увидеть фей. В некоторых европейских странах во время войны мужчины, желающие избежать призыва в армию, носили в пуговичном прорезе счастливый листок клевера. А у нас сейчас, чтобы не призвали в армию, рожают детей. Ну, пускай лучше рожают детей, точно. Детки, это наше всё. Предел удачи найти листик клевера с пятью лепестками. В этом случае вас ожидают потрясающее богатство. Вот такой красивый сэмплер я вышила. Такие замечательные слова запечатлелись на нём и будут они у меня дома, я так думаю. Ну, хочется, конечно, верить, чтобы была удача. Я понимаю, что для этого надо и попу свою поднимать и что-то делать. Хочется всё равно верить в чудо. Правда? Очень хочется. В конце видео хочу всем пожелать удачи, чтобы она сопровождала вас на протяжении всей жизни. Девчонки, найти нам всем клевер с пятью лепестками. Ну, хотя бы с четырьмя. Ну, а вдруг удастся увидеть фей. Здорово, правда? Легенды очень красивые. В конце видео конечно же хочу назвать кодовое слово. Пускай это будет слово лепесток. Всем удачи. Пускай вас не пугает пятница тринадцатая. Может быть немножко этим видео я подниму вам настроение. Вышивайте с удовольствием. Вышивайте, запечатляйте на ткани, оставляйте очень хорошие слова. Зашивайте кей в крестиках, в шовчиках, в глади. Всё то, что вы хотите, чтобы у вас в этой жизни произошло. Ну, конечно, для этого надо немножко приложить и усилия. На этом всё. Всем удачи. Всем пока-пока. удачи. Удачи. Удачи.